здравствуйте друзья сегодня я хочу рассказать вам в двух словах как можно проверить удилище при покупке на брак ну вот давайте начнем с маховых важный момент значит первое что мы делаем да это проверяем естественно визуально сверху можно аккуратненько прощупать но не еле-еле не сильно нажимая вот через каждый примерно 5 сантиметров бланк проминаю пальцами но применять нужно очень аккуратно чтобы не переусердствовать действительно не сломать если есть какая-то трещинка она может быть под слоем краски то вы почувствуете хруст часто именно ком коме страдает имя вот от трещин потому что при перевозке удилищ они друг на друга накладывают там что-то ком левая пробка попала на бланк там в каком-то месте и продавилась и так далее поэтому здесь мы проверяем коме первое второе открываем ком левую пробку откручиваем и вытаскиваем колено разбираем начинаем с хвоста соответственно аккуратненько вот под таким углом и угнем и четыре раза прокручиваем то есть в этом положении в этой плоскости слегка я провернулся с пальцами в этой плоскости в этой плоскости и 4 в этой плоскости есть никаких хрустов нет вы видите упругой упругость сохраняется в любом положении из четырех нету где-то вот в каком-то положении бывает если допустим где-то воздушные каверны есть да либо неправильно наложен уголечек то вы можете почувствовать что усилия в какое-то положение легче чем в другом положении когда вы провернули и сразу же коснусь что точность также маховое удилище проверяется на забросе то есть выберете раскладывать если есть возможность на улице махнуть и имитируете заброс махом и баллонка тоже самое точность также сбросили забросили с постепенным ускорением перевернули под 45 градусов хват еще раз бросили еще под 45 еще раз бросили соответственно мы проверяем каждую плоскость чтобы ничего не хрустела дальше колено с проверяем стыки чтобы все было аккуратно не было лохмотьев каких-то чтобы обрезка была аккуратная чтобы здесь не шелушилась там бывает иногда обмотка может отслаиваться то есть мы смотрим чтобы здесь было все ровненько отшлифованная чтобы обмотки не торчали соответственно визуально также проходим по колену можно точность также аккуратненько колено погнуть чуть-чуть еле-еле но ни в коем случае никаких там вот этих вот движений быть не должно потому что дорогие удочки как я в своих видео в предыдущих говорил они разрабатываются по колено и они рассчитаны только на работу на полной длине они распределяют нагрузку и так далее здесь мы делаем микроскопические такие усилия небольшое напряжение в разных плоскостях чтобы именно послушать треск потому что на тонких коленах внутрь не заглянем а вот на толстых коленах внутри можем заглянуть соответственно берем это колено ну поймем после того как мы визуально проверили сверху мы берем просто на свет и смотрим внутри точность также мы смотрим комель почему потому что вот в основном комель крашеная естественно да и вот под этим слоем краски мы никогда не увидим трещину она просто шлифуется и и залачивает закрашивается и трещины там нет мы думаем что все хорошо на самом деле под краской там есть трещинка вот мы ее можем увидеть только на свет и только внутри если мы посмотрим там будет как волосочек такой длинненький идти и когда и вы можем в этом месте увидеть это дают пальцем примерно понять смотря да где этот где это место и чуть-чуть понажимать и посмотреть играет ли стенка с внутренней стороны идет ли прожим если он будет чуть-чуть еще хрустнее значит это соответственно трещина так удочку не надо покупать ну по баллонкам важный момент это большой плюс если в комле стоит неопреновая вставка вот мы откручиваем пробку и вытаскиваем оттуда вставку часто если брак какой то есть по срезу по качеству обработки колен то вот отсюда может высыпаться стружка этого быть естественно не должно значит там что-то не то потому что колено отсюда мы вытащить не можем у нас кольца упирается но тем не менее вот это вот позволяет вытаскивание вот этой вот неопреновой вставки на службе того чтобы кольца когда кайт при сложении чтобы кольца не бились друг на друга они не ложились вот мы можем увидеть что там что-то может быть не в порядке ну соответственно проверяем визуально точность также коленца и приступаем к проверке вставок колец то есть мы берем пальцами к вставку кольца и начинаем вот так вот прокручивать ее как бы пытаясь ее сдвинуть если все хорошо никакого хруста не будет и вы почувствуете что вы сдвинуть ее не можете все монолитом соответственно дальше мы просматриваем вот сам лак то есть где где колечки примутаны к бланку и залачины точность также мы берем это колечко и немножечко чуть-чуть его вот немножечко гнем и еле-еле для того чтобы сильно его гнуть нельзя это глупо а вот если есть какой-то воздух там попал дата он будет просто стучать будет щелчочки такие вот нажимаете и вот щелк 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 даже при легком абсолютно нажатии дальше по поводу также махов и баллона когда вы ну крайне желательно их все-таки разложить и имитировать заброс помимо заброса вы раскал вы раскладываете берете в руки и начинаете слегка чуть-чуть трусить но раскладываете не до конца не раз не раскрывая колено то есть делается таким образом с проворотом то есть не просто вот как вот сейчас я показываю вам и все вы закрыли нет то есть вы должны и складывать и раскладывать удилище именно вот с таким вот с таким движением с таким проворотом то есть вы если сначала слегка затянули немножечко не надо изо всех сил вытягивать затянули но так чтобы он вот с легким движением она обратно раскрывалась раскрыли все так колено и потрусили если это мы проверяем конусность подходов до конусность стыков с каждого из колен то есть есть там что-то с конусностью нарушена она может чуть-чуть подстукивать но надо смотреть бывает так что вы просто не так сильно выдвинули да если все хорошо вы можете 2 также пройтись по бланку и дотянуть уже до рабочего и скажем так усилия когда вы будете ловить каждая точность также пройтись по бланку да и до каждой колено дотягиваете до рабочего усилия с которого вы и тела и точность также потрусили вот на этом этапе что вначале говорил вы уже можете имитировать заброс четырех плоскостях перехватываясь под 45 градусов четыре раза махая да и тогда уже вы можете в руку слушать если что-то чувствовать в руку сенсорика за счет сенсорики бланка стучит что-то или не стучит и соответственно просто визуально слышать где-то хрустик если там вдруг что-то не в порядке будет вот дальше катушка держатель конечно точность также имейте ввиду что часто при забросе новые удочки вот здесь слышен стук такой как будто щелчок раздается при забросе ничего страшного в этом нет это катушка держатель примотан и залачен когда вы делаете заброс комель немножечко прогибается и если скажем так лачок он находит свою нишу он садится более правильно то есть этот стук он конечно не очень нервирует в принципе там может нервировать да там несколько раз но как правило это крайне редко бывает но если такое есть то это он пропадает через там две рыбалки грубо говоря если он не пропал ну значит это повод для замены потому что значит там где-то воздух остался большое количество он не сел и так далее вот ну соответственно открываем катушка держатель имитируем ползуноком до что мы зажимаем все ли четко работает желательно с катушкой сюда любую катушку там магазине попросить поставить так важно чтобы баллонка имела жесткий колпачок либо такой либо есть у той же фирмы стонфа подороже вот они защищают очень хорошо в принципе все то же самое относится к фидерам все те же самые проверки и в напоследок еще раз скажу когда вы помню вы пробку откручиваете смотрите выдвигайте торцы колен и смотрите именно качество вот этих стыков это тоже очень важно это говорит о качестве завода и тому подобное на этом все на сегодня такой короткий ролик всего доброго до новых встреч заказывайте в магазине мультифиш и вам будет обеспечено всегда качественные удилища и грамотная консультация всего доброго до новых встреч и Субтитры сделал DimaTorzok